Девушки отдыхают Ошибся, ошибся Ну, Капа, я знаю, что передача уже началась Подожди Так, 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 так Да-да, ладно, ладно, ладно А вот и я, а вот и я Здравствуйте Здравствуйте, мальчики и девочки Простите меня великодушно Но чрезвычайно трудно оторваться от наблюдения За хорошо знакомой нам туманностью Ориона Там сейчас рождаются новые звезды И было бы здорово собственными глазами Увидеть, как вспыхнет свеженькое светило Точнее, вспыхнуло 1600 лет назад Именно столько времени идет свет От туманности Ориона до Земли Что, 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 мой дорогой друг? А-а-а Он хочет стать нашими глазами В, не побоюсь этого слова В колыбели звезд Правильно? Ха-ха-ха Так в чем же дело, дорогой мой? Взлетай Мы с юными астрономами Будем тебе чрезвычайно благодарны Старт! Все складывается прекрасно Пока наш шустрый автоматический помощник Несется сквозь пространство Я как раз успею заглянуть в электронную почту И прочитать письмо Тане Петровой из Зеленодольска Здравствуйте, Филипп Филиппович Расскажите, пожалуйста, как образуются звезды С удовольствием и старанием, милая Таня Сейчас я тебе все расскажу Итак, как рождаются звезды Для начала необходимо гигантское газопылевое облако Мало-помалу в нем образуется плотный сгусток газа Ну, по разным причинам Может, где-то неподалеку столкнулась пара галактик Или взорвалась сверхновая Словом, что-то дало толчок для образования плотного сгустка Он обладает гравитацией Силами которой притягивает к себе все больше и больше вещества Чем больше становится этот сгусток Тем сильнее его гравитация И тем мощнее он стягивает к себе вещество А потом, бац! И образовалась протозвезда Которая все так же притягивает к себе вещество Энергия падающего на нее вещества Превращается в тепловую И разогревает протозвезду Кроме того, под силами гравитации Протозвезда сжимается И ее недра становятся горячее и горячее В конце концов, температура протозвезды Достигает той планки, когда Ва-бах! В ее недрах включается атомный реактор И все! Протозвезда превратилась в полноценную Только очень юную звезду В период ее младенчества С обоих полюсов В пространство стекает вещество И образует вокруг звезды диск Из пыли и газа У этого диска два пути Он может просто рассеяться в пространстве А может образовать планетную систему Похожую на нашу солнечную Или совершенно иную Ну что ж, теории звездообразования Мы овладели в совершенстве Поэтому предлагаю собственными глазами Взглянуть на звездную колыбель Эй, там У созвездия Ориона Да, Земля вызывает капу Передавай картинку Уф, такое впечатление Что мы с вами попали в бурлящий котел Вокруг носятся облака газа Я бы даже сказал, облачища Словом, идет ежеминутная, рутинная работа По образованию новых звезд Туманность Ориона, мальчики и девочки Всего лишь небольшая часть Гигантского молекулярного облака И это облако в 500 раз больше нашего Солнца В его темных глубинах Ученые обнаружили странный набор молекул Здесь есть водород, кислород, муравьиное И синильные кислоты Да уж, из чего только не рождаются светила Ребята, взгляните вон на те звезды Мы с вами первые в мире люди Которые видят их так близко Так что прочувствуйте момент Перед нами звезда Трапеция Да, звезда Хотя она и состоит из девяти молоденьких звездочек Всего-то несколько тысяч лет от роду А почему ее назвали Трапецией? Да потому что с Земли невооруженным глазом Видны только четыре яркие звезды Расположенные в виде этой геометрической фигуры Вглядитесь, вон те красные точки Это протозвезды Да-да, те самые протозвезды Из которых со временем образуются новые светила А теперь все внимание на струю вещества Видите, она поднимается от недавно родившейся звезды Честно говоря, в клубах вещества Трудно разглядеть юную звездочку Для того, чтобы как следует ее рассмотреть Придется подождать несколько миллионов лет За это время окружающий ее кокон рассеется Или превратится в протопланетный диск Как вон тот В эдакую заготовку для будущей планетной системы Красавец А слов нет Красавец Ну как, мальчики и девочки Впечатляет? Я же говорил, что Туман Истериона Одно из самых интересных мест Вселенной Дай волю Я бы сутками, месяцами не сводил бы с него глаз Но дела, 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 дела Кстати, о делах Кстати, о делах Капа, возвращайся на землю Земля вызывает капу Да-да-да-да-да-да-да Прямо на землю Никуда залетать не надо Да, ну что за робот? Домой не загонишь Ну а мы с вами, мальчики и девочки Продолжаем знакомиться с моей корреспонденцией К слову сказать Вот замечательный вопрос Его прислал Егор Жихарев Из Алексеевки Что такое? Это же наш капа, который доставил материал Который поможет ответить на вопрос Егора Правильно я думаю? Ну конечно же Но, извини, друг Позволь я сначала все-таки дочитаю письмо Егора Что такое звездные скопления? Звезды, дорогой мой Егор Предпочитают рождаться в компании Вот такую группу звезд Имеющих общее происхождение И движущихся в гравитационном поле галактики Как единое целое И называют звездным скоплением Ну а теперь, мой нанотехнологичный друг Прошу вас к компьютеру Это звездное скопление Плеяды Что находится в созвездии Тельца С Земли мы видим их как шесть ярких звезд А на самом деле в скопление Плеяды Входят, ну точное количество не знает никто То ли 300 звезд, то ли тысяча И все они располагаются на участке в 40 световых лет В поперечнике и на расстоянии 115-140 световых лет от Земли В принципе, не так уж далеко По космическим стандартам, конечно Не правда ли? Плеяды представляют собой дивное зрелище О, вы гадаете, что за голубая дымка окутывает звезды? Ну как же Это туманность Газопылевая туманность Плеяды, мои юные астрономы Не просто звездное скопление Они рассеянное звездное скопление Что это значит? То, что каждая звезда в скоплении видна отдельно И все они размещены на своем участке пространства Более или менее равномерно С возрастом притяжение между звездами В звездных скоплениях ослабевает И более сильная гравитация Например, крупного межзвездного облака Может оторвать их друг от друга Надеюсь, в ближайшую сотню-другую миллионов лет Плеядам это не грозит И мы, и наши потомки Еще полюбуемся их красотой Какие еще бывают звездные скопления? Сейчас узнаем Капа, не зевай Перед вами шаровое звездное скопление NGC 5139 Или Омега Центавра Его возраст исчисляется миллиардами лет А звезд в нем, видимо-невидимо Несколько сотен тысяч Для справки Омега Центавра Крупнейшее на сегодняшний день Шаровое звездное скопление нашей галактики Его диаметр 200 световых лет Ого! Скажете вы, мальчики и девочки И будете совершенно правы Но кто знает Может быть завтра или послезавтра Астрономы найдут еще Большее шаровое скопление Ведь каждый день во Вселенной Обнаруживается что-нибудь новенькое Например Летом этого года Ученые как следует Вгляделись в хорошо известное Рассеянное скопление NGC 6791 В созвездии Лиры И пришли к выводу Что оно содержит в себе Признаки и рассеянного И шарового скоплений Мои юные астрономы Если бы наше Солнце Входило в состав Какого-нибудь шарового скопления То мы бы Невооруженным глазом Видели миллионы звезд Только представьте Все небо в звездах Ну и напоследок Главный признак Шаровых скоплений Гравитация Гравитация А звезды в них Извините за каламбур Привязаны друг к другу Крепко не оторвешь От рождения скопления До его гибели Из-за мощнейшего Взаимного тяготения Звезды в шаровых скоплениях Просто слипаются Ну приблизительно так Было две звезды И вдруг Крак И они Слиплись в одну Вот так приблизительно Да Ну вот и все На сегодня Пора прощаться До скорой встречи Новые мальчики и девочки Присылайте ваши космические вопросы По адресу 109-147 Москва Улица Марксистская 34 Корпус 7 Телеканал Радость моя Профессору астрономии Астрову Или оставляйте их На сайте Телеканала Радость моя Точка ру И не забывайте По вечерам смотреть На звездное небо До скорой встречи Ваши Филипп Филиппович И И Капа Так и что Из свеженького Ты мне привез Так ты подошел Вплотную Вплотную К звездному скоплению И что было дальше Да Интересно Интересно Такое звуковое сопровождение Первый раз Я слышал О звездных скоплениях Так и что Подробнее За то место Так Ничего себе Вот такие Вихревые завихрения Ничего себе Фантастик Это Что? 15 градусов Левее? Надо же Какая точка Не 15 Не 15 А сколько? Все 45 Ничего себе 45 градусов Да, да, да Это Поговорот 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 До встречи Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!